Доброе утро. Вот уже два года в этом доме проживает молодая семья, и их соседи могут наблюдать вот такую картину. Домой возвращается первая половина этой семьи, Ирина. Она архитектор, и твердое знание законов построения личной жизни тоже в ее компетенции. Видите, какая у нее линеечка. Дома свои заботы. Нужно поработать над проектом, да еще и успеть приготовить супружнику поесть. А вот и он. Костя – фотограф, работающий в популярном глянцевом журнале. У его будущего ребенка папенькины игрушки пока ожидают прямо в колыбельке. Только у себя дома Костя может по-настоящему расслабиться, поглазеть в телевизор или полистать любимое чтиво. Опять залип со своим журналом. Костя – человек неконфликтный, и помочь своей любимой ему не составляет никакого труда. Если вы думаете, что эта пара искусственно подобрана нами, вы глубоко ошибаетесь. Эти двое нашли друг друга в этом мире, потому что говорят на одном языке – языке творчества. А в любом диалоге разногласия неизбежны. На замечание жены Костя реагирует спокойно, потому что она, по большому счету, неравнодушна к тому, что он делает, и даже принимает в этом участие. Но последнее слово все-таки за мужчиной. Среди бесчисленного племени фотографов эти стоят как бы особняком. И аппаратура у них выглядит весомее, чем у любительской братьи, и темы с сюжетами для фоторепортажей посущественнее. Да и вообще, что тут темней, речь идет о профи. О фоторепортерах – мастерах документального жанра, открывающих весь трагизм происходящего. Чем она отличается от работы пирского журналистов? Фотограф находится гораздо ближе, и люди, которых он снимает, они, как правило, на него реагируют совсем иначе. Герой нашего сюжета – фоторедактор Кирского бюро Всемирного информационного агентства Ассошеи ТСС и Фремль Лукасов. Именно такие, как он, рассказывают через объектив всему миру об Украине. У документального журналистка фотографа особенно. Он должен оказаться в нужное время, в нужное место. Сделать свои фотографии. Фотофотографическая листика жанра под силу не каждому. И сложность профессии заключается не только в том, что жизнь подвергается постоянной опасности, но и способности увидеть события в понятном большинстве ракурсов. Одна фотография у них не только для информации, но и для информации больше, чем тысяча слов. Потому что на ее рассматривать можно все детали. А второе, она может создать человека, а вот и вовремя. У политиков отношение к фотофору особое. Знаете, наши первые лица, они еще до сих пор не понимают значение фотографии. И очень часто, когда ты их фотографируешь, они отворачиваются. И с ценой, то есть, как бы, это не войдет, что он там меня будет фотографировать. Это западные, они пытаются работать, цена, имидж свой и так далее. Но есть интересные политики, они будут говорить, что они отвечают. Невольно возникает вопрос, почему фотокорреспондентами работают в основном мужчины? Вообще, есть мировые звезды женщины. Но лично для себя я сделал такой вывод, что когда такая-то экстремальная ситуация, повторяется точка, будто война, женщины, конечно, особенно красивые женщины, на войне не все стараются. А сколько случаев и впечатлений таит в себе эта профессия? Когда я делаю такие сюжеты, такие в таком зале, видно, что нормальный человек. В этом открывается его нормальная ночь. Если он так поступает, он в свободное время берет гитару, он нормальный человек. Он физически нормальный. Политика, как известно, вещь конфликтная. А там, где политический конфликт, там и война. Ох, не любят фоторепортеры это дело. Не правда, что это. Его оружие это у пишущего, естественно, диктофон, там, шариковую ручку, фотографа, это его саппарат. Это его оружие. Если возьмет в руки оружие, то... Но главное не это. Главное отношение к избранному делу. Искреннее и неподкупное. Фотография, она... Знаете, это что-то особенное, это что-то мистическое. Это действительно мистика. Заразу некоторые, там, племенажные говорят, что фотография, она сейчас здесь. Почему не так ли? По ней можно определить характер человека, что за человек. Внутреннее содержание, абсолютно все. Вообще есть ли что-то в душе даже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...